В Щелково приехал прокурор Московской области Сергей Забатурин, но не для проверки бизнеса ради, а чтобы провести с его представителями открытый диалог. Приезд – исполнение поручения генерального прокурора Российской Федерации о проведении регулярных встреч с бизнес-сообществом. На встрече собрались предприниматели трех округов – Щелковского, Лосина Петровского и Фрязина. В мероприятии приняли участие глава округа Андрей Булгаков, председатель Совета депутатов Мария Тарасова, городской прокурор Иван Денисов, а также руководители правоохранительных и контролирующих органов. Подобная встреча в диалоговом режиме с представителями предпринимательского сообщества мы проводим достаточно регулярно в различных муниципальных образованиях в Москве. И этот формат общения я рекомендовал, потому что не так часто, повторюсь, в режиме диалога удается пообщаться нашему бизнесу с представителями, которые на основных органах обсудить успокоящие, волнующие проблемы. Оболнуют предпринимателей, конечно же, вопросы, касающиеся мер поддержки бизнеса. Сегодня, когда со стороны Запада усиливается санкционное давление, эти меры очень важны для предпринимателей. Нужно достаточно непостойное время подкакивать максимальную поддержку именно малому бизнесу и среднему. И тем не менее, глава округа отметил, что щелковских предпринимателей трудности делает только сильнее и способствует развитию. За последние три года по многим показателям произошел рывок в части создания новых рабочих мест, включения инвестиций, включения бюджета. На встрече отмечалось, что проверки бизнеса сократились. Это решение принято на федеральном уровне. К недобросовестному предпринимателю придут, а вот ответственным окажут всеобъемлющую помощь, если со стороны контролирующих органов будет допущена несправедливость. На все поступившие вопросы предприниматели, прокурор Московской области Сергей Забатурин и другие участники мероприятия дали исчерпывающие ответы. Выразили готовность оказания консультативно-методической помощи, как в очном, так и заочном форматах. Призвали к сотрудничеству для создания благоприятной среды для развития бизнеса. Взаимная ответственность государства и бизнеса. Действительно так. Взаимная ответственность, взаимное доверие, оно формирует ту самую благоприятную принимательскую экономическую среду и даст поддерживать экономическое развитие страны на молодослуженном предприятии. Продолжение следует...